ГУВД дежурка, да? СБ, СБ, дайте номер. Получается, возле вас стоял неизвестный человек, самозванец. Чё? Чё, здесь гимн стоим? Гимн Башха. Гимн Башха. Инспектор. Нифига себе подходит, он говорит, багажник откроет. Гражданки. 1 февраля, да? 1 февраля вот так было. Позавчера, да, получается? Министр внутренних дел, Кашкар Джунучалиев, идет на прием к Сорумбай Джейнбеку, президенту Кыргызской республики. Докладывает об обстановке в стране. Сотрудники милиции за один месяц в сводках мелькают. Один изнасиловал, другой ребенка сбил насмерть, другой выпил, на встречную полосу выехал, женщина беременную в итоге умерла. Получается, да, он говорит, милиция нас бережет. Должно быть так, да, в обществе. Вообще такое мнение о милиции быть. Ну, нужно вообще поднимать имидж милиции, авторитет милиции, да? Понимаете, да, он милицию, министру вашему это говорит. Министр говорит, да, я там должен. Он, наверное, тоже хочет в глубине души это сделать, но не может. Вот вы тут стоите, потому что я вот так относитесь, понимаясь к своей работе. Точно так относитесь. Бельбейцы, эй, гимнентурганы бельбейцы. Бельбейцы, полиция, правительство. Пошел гимн, гимн. Всем доброго времени суток. Как вы помните, 5 февраля 2019 года я публиковал видеоролик под названием «Бардак на посту ОВДД Кордай. С того дня прошло чуть больше 5 месяцев. Все это время я периодически писал заявление в МВД, аппарат президента и ГСБ. Тем, кто впервые на канале или не в курсе событий, я кратко расскажу суть дела. В феврале этого года мое транспортное средство было остановлено сотрудником ОВДД Чуйской области на стационарном посту Акджоу близ КПП. Это недалеко от приграничного села Кордай Республики Казахстан. Конфликт произошел по причине того, что к моей машине вместо инспектора подошел гражданский и, не предъявляя никаких документов, потребовал открыть багажный отсек для досмотра. После того, как я попытался выяснить, кем он является и попросил его предъявить служебное удостоверение, неизвестный сбежал на глазах у милиционеров. Пытаясь выяснить причины произошедшего, я провел на посту более 6 часов. Да, забыл напомнить, что парень в гражданском назвался сотрудником финансовой полиции. В общем, я получил два письма, и оба были от МВД. Первый ответ я, скорее всего, получил по результатам написанного мной заявления Валандинской ОВД, в котором просил принять меры в отношении сотрудников милиции, находившихся на стационарном посту и проявивших абсолютное бездействие по отношению к гражданскому, который потребовал открыть багажный отсек моего авто для досмотра. Также в заявлении я просил принять меры и в отношении гражданского лица, требовавшего открыть багажный отсек, и тех лиц, вместе с которыми он сбежал на автомашине марки Mercedes-Benz в кузове 211. В первом ответе МВД было сказано, что меры приняли лишь в отношении сотрудников милиции, а о гражданских не было ни слова. Тогда я написал письмо в аппарат президента Кыргызской Республики с аналогичной просьбой установить личность всех фигурантов того инцидента и привлечь их к ответственности. После чего я получил копию письма, которое было отправлено в прокуратуру Чуйской области из Генеральной прокуратуры с просьбой провести тщательную по изложенным мною доводам проверку. Если не изменяет память, через некоторое время позвонил кто-то из Чуйского ГУД со словами о том, что все участники конфликта установлены, ими написаны объяснительные и еще много слов в этом роде. В общем, я понял, что писать какие-то письма, пусть даже в аппарат президента, не имеет никакого смысла, потому что они спускались на тормозах, отправляясь из органа в орган. Сейчас я публикую вторую часть с целью объяснить многим из вас, чем же все-таки закончился этот инцидент. Еще вы увидите, что после того видео на посту мало что изменилось. Есть рыба. Есть рыба, есть рыба. Они ждут В смысле гражданский? Обещание гражданский? Весь ген? Да, ты окажешь, что это тебе? Что ж, как гражданский? Черт, пойдем на него полноцен, чтобы он в стороне не попал. А, ты... А кто вас находится там еще? Гражданский, кто вас находится? Хайзет? О, две гражданские. Обещание, не штат, не тёп. А ты не ерхал? Нет, нет. Нет, нет. А что, не нужно? Устар. Что вы делаете? Мне когда вы realization. Я не могу помочь, чтобы не было. Устар, не так? Устар. Что вы делаете? Что вы делаете? Не так. Что вы делаете? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok